Христос воскресе и смертный, смерть и смерть поправ, Истучего, пробежившего, дарова. 24 апреля православные жители Сергиевского района встретили воскресение Христова. За полчаса до полуночи прихожане собрались в храмах, чтобы после непростого великого поста наконец-то услышать самую добрую весть. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! В Нероновке в этом году более сотни человек вместе с протеереем Романом Державиным собрались, чтобы приобщиться к свету праздника и поздравить друг друга, пожелав добра всем христианам. Самое главное – сошел благодатный огонь. Причем сошел он очень быстро, необычно даже. Это очень хорошая новость. Значит, будем жить. И слава Богу, может, мир наступит. Наша родина Украина, вот с Ольгой Ивановной. И мы за обе стороны очень сильно переживаем, поэтому Пасху ждем с надеждой, что после Пасхи Господь все-таки примирит наши страны. Обе любимые. В пасхальную ночь 2022 года наша съемочная группа побывала сразу в нескольких приходах района. Тепло, торжественно встречали светлую Пасху и молельные дома. Полон верующих в эту ночь был приход Сургута. Молящиеся, посетившие богослужения там, отметили то, как удачно украшен их храм. Теплогухая ладаном и букетами из белых лилий рождался праздник. Сказать честно, я сам первый раз от всей души с великим праздником Пасхи. Всего населения Сербицкого района, внутри Сербицкого, всей страны, всего мира. Мы радуемся, что Пасха, радуемся, что Христос воскрес уже много лет. И молимся Богу, чтобы быстрее мир настал на православной земле. От звонницы к звоннице летел в ту ночь колокольный голос, оповещая мир о воскресении Христа. А в храме Серноводска отозвалось в душе многих звучание местного хора. Им впечатлилась, к примеру, и самарчанка Катя Пронина, впервые в жизни увидевшая пасхальное богослужение именно здесь. Благодаря этому вокалу, этому голосу, который очень такой объемный, он распространяется по всему храму. И вот эти запахи, все, в общем, очень атмосферно, мне нравится. В районном центре в храме в честь святого преподобного Сергия Радонежского праздник также собрал более сотни верующих. Здесь больше, чем везде, уделили внимание такому атрибуту Пасхи, как красные одеяния, церковная утварь, одежды певчих, платки прихожанок. Все вещало о главном празднике в году. Брати и сестры, позвольте мне также вас всех поздравить встречность с самым великим, самым радостным праздником, светлым Христовым воскрешением с Пасхой. «Христос воскресе!» Действительно, когда наступает Пасха, забываются все трудности. «Христос воскрес» и этим мы утверждаемся. «Христос воскрес» и нам ничего не страшно. «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» И уже перед самым рассветом сотни прихожан, горячо поздравив друг друга, обменявшись традиционным крашным алым символом праздника – пасхальным яйцом, поспешили к своим семьям, чтобы и домой принести благую весть. «Христос воскресе!» «Христос воскресе!»